Здравствуйте дорогие зрители, подписчики и гости нашего канала. Вы смотрите Цветы в доме. Комнатные растения. И сегодня мы с вами поговорим о том, как ухаживать за растениями осенью и зимой. В голодное время года уход за растениями меняется из-за сокращения светового дня и сезона отопления. Понадобятся дополнительные действия. Чтобы воссоздать условия естественной среды обитания растений, первое это свет. Посмотрите, насколько стало меньше света у вас дома. Если ваши окна перекрывают соседние дома или деревья, то с вероятностью 80% вам нужна досветка для растений. Если у вас высокий этаж, то растения справятся и без досветки, если переставить их из глубины комнаты поближе к окнам. Если такой возможности нет, то вам тоже нужна досветка. При перестановке растений убедитесь, что они не стоят на сквозняке. Холодный воздух грозит листопадом, особенно у фикусов. Кроме того, не стоит ставить растения прямо у батарей. Важно проверить, каким именно из ваших растений нужна досветка. Абсолютно точно она нужна кактусам и суккулентам. Кроме алоэ и хавортии, это обитатели пустынь. Сухой воздух для них как раз подходит, а вот то, что в средней полосе зимой мало солнца, категорически нет. Без досветки суккуленты и кактусы замрут в росте или начнут расти, вытягиваясь и теряя свои эстетические качества. Также досветка может понадобиться папоротникам и марантовым, но для них важнее сначала отрегулировать уровень влажности и правильный полив. Второе – это влажность воздуха. Если у вас беспощадно топят батареи и дома есть пальмы, фикусы, марантовые, папоротниковые. В общем, обитатели влажных тропиков, то вам понадобится увлажнитель воздуха, чтобы поддерживать влажность на уровне 60-70% и даже выше. Есть увлажнители со встроенными термометрами и гипрометрами, либо можно купить их отдельно, чтобы следить за уровнем влажности. Обычно одним опрыскиванием растений обойтись сложно, потому что вся распыленная вода испаряется за считанные минуты. Но если вам нравится опрыскивать – опрыскивайте. Это достаточно медитативный процесс. Если батареи топят не так сильно, то опрыскиваний может и хватить. И третье – это полив. Из-за сокращения светового дня у растений замедляется метаболизм и они впадают в спячку. Но, конечно, не все. Например, декабрист как раз зимой начинает расти. По умолчанию в холодное время года не нужно удобрять растения, а также их нужно реже поливать. Но с поливом не все так просто. На скорость высыхания грунта влияет то, как сильно у вас топят батареи, если увлажнители воздуха. Так что лучше ориентироваться на основные правила полива отдельных растений. Чаще всего это либо полное просыхание грунта, либо просыхание верхнего слоя на 2-3 см. Осенью и зимой растения лучше не пересаживать, если нет острой необходимости. Например, если у растения есть признаки залива и нужно проверить, жевали корневая система и спасти ее. В этом случае в первый месяц после пересадки или перевалки стоит поливать растения с цирконом или корневином. Это поможет растению справиться с двойным стрессом, смена сезона года и пересадка, а корневой системе быстрее развиваться. Если у растения действительно начала гнить корневая система, то растения также нужно обработать противогрибковым средством. Например, фитоспорином М. В остальных случаях лучше отложить пересадку до весны, потому что есть риск, что растение просто не приживется. Вот собственно и все у нас на сегодня. Ну а поделиться с нами своим личным опытом или выразить свое мнение можно в комментариях. А с вами был канал Цветы в доме. Комнатные растения. Если вы еще не успели подписаться, то подписывайтесь и вы будете знать все секреты и нюансы выращивания своих комнатных растений. А я же всех благодарю за оценки к видео. И всем пока! До следующих встреч!